Сегодня для нашей страны значимая дата. 32 года назад завершился вывод советских войск с территории Афганистана. Более 9 лет длился военный конфликт, который историки назвали самым кровопролитным после Великой Отечественной войны. В Люберецком доме ветеранов прошла встреча, посвященная событиям 30-летней давности. На нее пришли не только воины-афганцы, но и ветераны Великой Отечественной войны, дружники тыла и учащиеся 21-й школы. Я по ночам плохие вижу сны. Я, глядя их, страдать не перестану. Не снится, что я еду на броне по горной местности Саланг, Афганистан. Перевал Саланг, Газни, Шиндан. Для Сергея Павловского названия афганских населенных пунктов до сих пор отзываются болью в сердце. В начале 80-х в составе батальона охраны, сформированного из числа военнослужащих роты почетного караула, он попал в Афганистан. Во время вооруженного конфликта сопровождал военные грузы. Это когда идет колонна, и в каждый момент ты ожидаешь, что она будет обстрелена, она будет сожжена. Это страшная вещь, когда горят наливники, и страшно, когда идут бомборозы, которые ведут бомбы до нашей авиации. Тяжело терять друзей, тяжело терять личный состав, которые в свои 20 лет, после того, как они оттуда вернулись, это мужчины с мировоззрением 40 лет. Интернациональный долг на территории Демократической Республики Афганистан исполнили около 700 люберчан. Большинство вернулись домой. Спустя более 30 лет воины-интернационалисты по-прежнему поддерживают друг друга, став частью боевого братства. Ребята чувствовали плечо друг друга, и вот эта общность, она до сих пор крепка. Мы общаемся здесь с нашими афганцами люберецкими, они до сих пор вместе ценят те годы, ценят сегодняшнюю дружбу. Это определенная школа, и страшная, но школа, которая сплотила. С 2011 года, 15 февраля, день памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в городском округе Люберцы вспоминают всех участников вооруженных конфликтов.